И снова Благая Весть из Иерусалима. На этот раз мы с вами будем говорить о рождении нашего Господа. Замер мир в предвкушении и предчувствии самого великого чуда. Вот-вот в него должен был прийти тот, который его сотворил. И парадокс этого чуда состоит в том, что Господь пришел исправлять нарушенные нами. Люди вокруг жили и продолжали жить, не зная и не ведая, чему грядет быть завтра. Делашние своим чередом, правители думали, что они правят и издавали свои указы. И точно так же было и в Иудее. Мы обратимся с вами сейчас к Евангелию от Луки, который рассказывает нам, собственно, о рождении Мессии. Мы читаем, начиная со второй главы. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел так же Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода и дома, и рода Давидов. Записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Август. Разделять и править. Известный римский лозунг, но для того, чтобы править и знать, кем править, надо знать, по крайней мере, с кем ты имеешь дело. И Август решает переписать или выяснить, кто это его верно поддан. И однако, по существующему римскому законодательству, каждый должен был проходить эту перепись не в том месте, где он физически находится, а каждый в свой город. И поскольку Иосиф, как мы читали уже с вами, из рода Давидова, то, естественно, он должен был идти в Иудею. И идя в Иудею, естественно, он должен был направляться в Иерусалим. По дороге останавливается с беременной своей женой Марией, или Мирем, на еврите Вифлееме. Маленькая справка. Вифлеем находится на расстоянии приблизительно 7 километров от Иерусалима. Поэтому с большой долей уверенности можно сегодня было бы назвать это пригородами Иерусалима. Да и в те времена это не было далеко удаленное место. И вот они приходят в Ифлеем, и наступает время ей родить. И рожает она своего первенца и нашего Господа. Когда мы задаем вопрос, казалось бы, очевидный или предполагающий очевидный ответ, «Когда родился Иисус». Мы живем с вами в ту эру, которую принято, очень много условностей, принято называть эрой Христа. Или мы говорим 20-й год от Рождества Христова, 1000-й год от Рождества Христова, 2012-й год от Рождества Христова, предполагая, что Иисус родился, соответственно, 2000 лет назад или 2012 лет назад. Но надо задать себе вопрос, на самом ли деле Иисус родился в тот год, который принято называть началом современного лета исчисления. Прежде всего, давайте немножко разберемся с вами с хронологией. Еще раз я напоминаю, речь идет о Евангелии от Луки. Прежде всего, нам известно достоверно, что Ирод умер в 4-м году до Рождества Христова. То есть, естественно, если мы берем или учитываем события, описанные здесь, Иисус не мог родиться 4 года спустя после смерти Ирода. Иначе все библейские повествования о волхвах, они не имеют никакого значения, или бегстве Египет от Ирода. То есть, Иисус должен был родиться за 4 года до Рождества Христова, по крайней мере. Давайте сузим наши поиски. И мы знаем, что перепись, объявленная Кверинием, зафиксированная в аналог истории, она имела место быть или провозглашена была в 8-м году до Рождества Христова. У нас остается путем нехитрых вычислений определить или понять, что Иисус родился между 8-м годом до Рождества Христова и 4-м годом до Рождества Христова. Слава Богу, у нас есть исторические данные, позволяющие нам даже сузить эти поиски. И мы знаем, когда мы читаем еврейского историка Иосифа Флавия, что Ирод покинул Иерусалим и более в него не возвращался в 5-м году до Рождества Христова. Замечательно. Поиски наши сузились, и мы знаем, что Иисус родился между 8-м и 5-м годом до Рождества Христова. Давайте добавим еще несколько соображений. Мудрецы или волхвы или маги встречаются с Иродом в Иерусалиме. Мы знаем об этом, да? И ко времени того, как они с ним встретились, Иисусу должно было быть по крайней мере 2 года. Иначе трудно объяснить, почему Ирод приказал вырезать всех младенцев до 2-летнего возраста. Если мы дальше будем применять эту логику, то мы должны прийти к тому, как это не парадоксально звучит, что Иисус родился между 7-м и 6-м годом до нашей эры. И Мария, которая приходит родить Господа в Вифлеем, мы прочитаем сейчас с вами об этом дальше, рожает его. И давайте будем читать дальше и посмотрим, как развиваются события. В той стране, продолжает Лука, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне, то есть сегодня, сейчас, родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, то есть Мессия, Господь. И вот вам знамение или знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилась ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, и взывающее слава в Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. И когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И всеслышавшие удивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Каждый раз, когда я читаю эти стихи, мне приходится бывать в Европе или в Америке, где празднуется необычайно широко Рождество. Или, например, в России разные даты от 24 декабря до, скажем, 7 января. А не в меру ретивые противники от традиционных дат 24 декабря и 7 января, или 6 января. Они говорят, что это совершенно невозможно, потому что где же это было видано, чтобы пастухи пасли свои стада зимой. Наверное, они имеют в виду зиму в Монтане или в средней полосе России. Но если бы мы заглянули с вами в окно, у нас сейчас на дворе февраль. И все абсолютно зелено. И если бы спросили овец, вернее спросить-то их можно, если бы они умели говорить, они сказали бы да. Вот именно в февраль или декабрь или январь, вот это вот то самое время, когда нам хотелось бы попастись. Хотя, конечно, с другой стороны, тем фактом, что овцам нравится пастись зимой, вовсе не доказывает, что именно в это время родился Иисус. Скорее наоборот, если мы возьмем во внимание перепись, которую определил Квириней, он же тоже был серьезный хозяйственник. И он прекрасно понимал, что так поднимать людей во время сельскохозяйственных работ, а именно в феврале, или в декабре, или зиму, они происходят в Израиле, тоже не имеет никакого смысла. Если делать это, то надо делать в какой-нибудь из тех праздников, когда люди на самом деле перемещаются по стране. Поэтому, наверное, с большими натяжками, с догадками можно предположить, что перепись, скорее всего, происходила во время праздника Кущей. Август, конец сезона сельскохозяйственного, сентябрь. Очень маловероятно, что зимой, но опять-таки мы с вами говорим о традиции. Так или иначе, мы знаем, что пастухи пасут своих овец, и вдруг шахина, или Божье присутствие, или звезда, по-разному трактовать, это некий знак, появляется от Господа Бога, и им сообщается, что родился Спаситель. Приказ, который звучит вполне ясен, им необходимо найти Спасителя. И знак, который им дает Господь Бог. Он говорит, вы найдете Спасителя, лежащего в яслях, и он будет спеленен в пелены, в кормушке для скота. Вот если бы я был на месте пастухов и читал русский текст, я бы сказал, ну что за знак-то? Естественно, что маленького ребенка должны спеленать. А как же, кого ребенка не пеленать? Даже подручные, даже если вы бедные, понятно, что вы во что-нибудь его пеленаете. Но, если мы с вами попытаемся понять греческий смысл этого текста, то мы видим, что слово, которое там употребляется, это не обыкновенные пелены. Это пелены погребальные. И нам очень странно это слышать. Каким же образом Мария собирается пеленать своего сына, из какой стати, в погребальные пелены. Для этого мы должны с вами немножко вернуться и понять, каким образом Мария оказалась Иосифом в том месте, которое мы представляем себе как ясли. Ну, что такое ясли в нашем представлении? Это некий сарай, если он на Украине лучше сбитый, если как бы подальше, хуже сбитый, с крышей, в которой тепло и приятно находиться скоту. Однако, во времена Иисуса ситуация была совершенно другой. Когда мы читаем слово ясли, то мы должны понимать, что это была не много не мало, а просто пещера, в которой пастухи, находясь на пастбищах, в ненастную погоду сгоняли свой скот. Это было совершенно очевидно, совершенно нормально. Если вы походите по окрестностям Иерусалима, вы увидите до сегодняшнего дня, что местные пастухи пользуются абсолютно теми же пещерами, которыми они пользовались две, а может быть и три тысячи лет назад. Но поскольку мир был достаточно беден, то у этой даже пещеры должна была быть многофункциональность, и люди, которые там жили, естественно делали это. А в чем же состояло тут как бы загвозд? Дело в том, что у евреев запрещено было хоронить людей в черте города, потому что все мертвое считалось нечистым. И вы вправе у меня спросить, какое это вообще имеет отношение к родильному дому? И почему вообще Мария оказалась там, где она оказалась? Давайте для начала поймем, почему она вообще не родила в гостинице, куда она пришла? Или почему для нее не нашлось места в этой гостинице? Вообще говоря, гостиница существует для того, чтобы в ней жить. Конечно, тогда не существовало ни Google, ни всех сайтов, нельзя было заранее заказать место в гостинице, но в принципе люди были неприхотливы, они могли приходить и останавливаться, по крайней мере в каком-нибудь более или менее приемлемой обстановке. Мы забываем, что держатели гостиницы в Иудею были иудеями, и естественно они были людьми, которые стремились соблюдать закон. А теперь представьте себе, что вы владелец этой гостиницы. И она называется не «Постоялый двор», как в те времена, а называется, скажем, «Хилтон, Москва». И к вам кто-нибудь приходит на сносях, беременный, и говорит, «Я у вас тут буду рожать». Ну, благо у нее есть медицинская страховка сегодня, благо есть врачи, благо непонятно, зачем она будет рожать в гостинице, есть блажь, но тем не менее она может это оплатить. Но не так было во времена, которые описывается здесь. Проблема состояла в том, что женщина после рождения считалась нечистой, если она рожала ребенка мужского пола до 40 дней и женского до 80. Поэтому для владельцев гостиницы это был абсолютно прямой убыток. Ну, хорошо, пришла, родила, а потом, что нам делать с этим номером, проводить полную дезинфекцию, это не поможет. То есть, согласно закону, никто не мог бы жить в этой комнате. А учтите, что время-то напряженное, все шли на перепись разных сторон. Поэтому чисто экономически это было невыгодно. Отсюда, это была даже, в общем-то, не гостиница, а греческое слово, которое там есть, обозначает комнату в гостиницу, то есть, в которой она должна была жить, и она там не останавливается. Какой выход? Наверное, Иосифу приходит в голову, хотя мы не знаем, Марии было не до того, ей надо было рожать вот-вот. И он с блестящей идеей. Он говорит, давай мы с тобой расположимся в одном из мест, в которых пастухи загоняют овец. Но, как мы с вами говорили уже, это пещеры были многофункционального свойства. И поскольку похоронные процессии, выходящие из города, всегда останавливались в конце своем пути не в городе, а на кладбище, которое было вне пределов города, то очень часто, когда хоронили людей, их надо было запеленать в пелены перед смертью. И вот в этих пещерах у евреев было принято хранить погребальные пелены. То есть, когда выносили покойника, его заворачивали в эти пелены в этой пещере и препровождали до места его захоронения. Поэтому всегда в подобных пещерах хранились вот эти вот пелены. Естественно, которые были готовы к погребениям. Естественно, что когда Иосиф и Мария, они были очень бедны. Откуда мы знаем, что они бедны? Мы знаем, потому, когда она рождала то, что она приносила Господу в жертву. Они были очень бедны. Естественно, что они воспользовались погребальными пеленами, которые уже там лежали. И это было как раз то слово, которое появляется, которым обращается к пастухам Господь Бог. Он говорит, что это будет знамением. Не просто пелены, а погребальные пелены. Что для нас несет огромный символический оттенок. Иисус, Спаситель мира, был рожден, чтобы умереть. При рождении Он уже был спеленен в погребальные пелены. Важно и абсолютно важно. Мы идем дальше, идем дальше к тексту от Луки. Я прочитаю его. 2 глава, 21 стих. По прошествии же восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали имя ему Иисус, нареченные ангелом прежде зачатия его во чреве. Каждого ребенка, еврейского ребенка, надлежало обрезать в восьмидневном возрасте. Это не был закон Моисея. Это был завет, который Господь Бог положил с Авраамом. Что интересно, этот завет вообще относят к богослову категории вечных заветов. И, по сути своей, когда на сегодняшний день сравнивают обрезание с крещением, мы забываем одну фундаментальную разницу. Я бы сказал, фундаментальнейшую разницу. Завет, который Господь Бог заповедал Аврааму соблюдать с Господом Богом, имеет отношение к родителям ребенка, которого обрезают. Потому что, если бы спросили восьмидневного ребенка, хочет ли он обрезаться, я думаю, что, если бы он мог говорить, он бы сказал нет. То есть, на самом деле, на восьмой день происходит подтверждение завета, заключаемого Господом Богом с отцом или с родителями ребенка, о том, что они обязуются перед лицом Всевышнего приобщить этого ребенка к вере предков или, если хотите, к библейскому иудаизму. В то время, когда мы говорим в современном христианстве о крещениях, согласно Евангелию от Марка, когда он говорит, что крещение осуществляется только по вере, то есть, естественно, восьмидневный ребенок не может иметь веры. Отсюда следует, что существует принципиальная разница между крещением, которое мы наблюдаем сегодня в ортодоксальных конфессиях в восьмидневном возрасте, и обрезанием, которое мы имеем во времена Иисуса. Итак, Иисус был обрезан, что показывает послушание его родителей. Он был готов или приготовился, или родители приготовили его начать свою жизнь. Для меня это всегда останется тайной, для меня это всегда останется загадкой. Каким образом Мария, зная, что предстоит ее сыну, осуществляла, рожала, думала, молилась, и в конечном итоге даже принимала участие в этом обрезании. Она должна была знать, какова будет его участь. Очень трудно нам попытаться понять ее мысли, ее чувства. Но вы знаете, что у нас есть надежда? В этом есть намек для всех нас не до конца доверять своим мыслям, не до конца полагаться на свои чувства. А в гораздо большей степени на слово Божие. Точно так же, как малые дети. Есть очень много в образе Господа, который мы никогда не сведем ни в какую доктрину. Еще здесь и уже там выбор, который связан с суверенной волей Божией. Но тем не менее, еще раз, если в результате всех этих размышлений мы ничего не поймем, но это сделает нас смиреннее, основная цель Писания, как мне кажется, будет достигнута. Но главное, рожден Спаситель, и нам дана надежда. Пусть Господь будет благословленным этой надеждой. С благословением к вам из Иерусалима. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинари.